Мой первый сегодня опыт растопки этой печи. Уже стало холодно. Мне кажется, что собаке холодно в первую очередь. Для себя бы не топило. Она ее пережила. Все, чувствую, что там ничего не распалилось. Я ожидала, что у меня получится ничего. Так, попадает еще раз. Приветики. У меня получилось растопить печку. С второго раза на самом деле все получилось. Я еще гадят подкинула. Нашла еще какую-то щепку. И вообще все вот так пошло. Поэтому печка топится. Я сижу в темноте, потому что потемнело. Как-то совсем неожиданно. Если вы считаете, что я топлю печку неправильно, скорее всего, вы правы. Потому что я, например, думаю, что я что-то делала неправильно. Прям такая молодец. Не могу прям. Я жила всю жизнь. Ни машину водить не умела. Ни печь топить не умела. Сауну растопить тоже бы не смогла. Я действительно недавно ехала в машину и думала, блин. Я раньше не могла там машину сама заправить. Потому что я не понимала, как, где, что. Была суперзависимый человек в этих вопросах. И ехала и думала, как я собой горжусь за то, что я знаю, как заправить машину. Знаю, как вообще ее вести. Как ей управлять. Для меня всегда вождение было чем-то очень сложным. Не очень получалось. И у меня был ужасный инструктор, который на меня орал. Короче, история с инструктором, честно говоря, ужасная. Он там даже рассказывать не хочется. Сейчас каждый день езжу по 22 километра на курсы и обратно. Чувствую, что я еще в магазин должна зайти туда-сюда. Там в разные местечки нужно доехать. Вот там, считая 40-50 километров, каждый день уже за рулем езжу. У меня аппетит появился. И, короче, думаю, съем кусочек шоколадки, но я не съела. Хотела попить какао. Ну и кусок шоколадки съесть. В общем, съела всю шоколадку, и я никак не могу ее купить и не съесть. Поля, а вот, по-моему, поля взяла крышечку. Не было еще ни разу, чтобы я ее не съела полностью. Это самая вкусная шоколадка. Бегинская. Которую я вообще пробовала. В этой банке, кстати, давно уже не этот какао. Уже, наверное, как пачек пять. Просто банка реально удобная для какао. И написано какао. Сейчас половина десятого. Выпью какао. Мне еще душ на нас принять. Голова. Голову помыть. Доброе утро, друзья. У Холли, короче, диарея. Мы пять раз, наверное, ходили какать с ней. У нас недавно появилась страховка. После того, как Холли два раза болела, и мы заплатили очень много, короче, в ветеринарке. Мы ее застраховали. По страховке у нас есть такое приложение в телефоне, и мы можем воспользоваться бесплатной консультацией онлайн в приложении. И если врач онлайн уже скажет, зайдите в ветклинику, то мы идем в ветклинику. Только что у меня был 15-минутный такой созвон с ветеринарным врачом. И она сказала, что на данный момент очень много собак с диареями, с вот такими симптомами. Выписала какие-то пробиотики Холли. Сейчас я жду, когда она пришлет мне на почту письмо со всеми этими рекомендациями. Поеду в аптеку. Сегодня на курсы я не пошла. Во-первых, потому что не знала, нужно бежать к врачу или что мне скажет этот ветврач онлайн. Ну да и Холли еще со своей диареей, ее же нужно выводить на улицу, она просится, под дверью стоит. По страховке получается, если все вообще так работает, как надо, как мы поняли, по страховке ты платишь 30% от визита в ветклинику. Обычный визит вот у нас, мы были в общей сложности, наверное, 4 или 5 раз. В среднем это 300 евро. 300, да, у нас 400 было. Все, выезжаю я за пробиотиками. Попробую аптеку, которая у нас здесь в деревне. Сначала заехать, посмотрела, она открыта. Она, кстати, открыта почти никогда. Но проверю по пути, по любому случаю. Потом уже идем дальше. Я ничего не успела не поесть, ничего. Кофе была утром сделала, себе не успела выбить. Взяла его с собой, по дороге выпью. Ничего следовало ожидать, в этой аптеке нету, они только могут заказать. Поэтому придется ехать в город. Блин, надеюсь, что хотя бы в городе есть. В общем, быстренький апдейт. Я купила одну таблетку, одно лекарство из двух. Пробиотики не было. И у них вообще в аптеке, получается, нету какой-то централизованной системы, чтобы проверить, есть лекарства в других аптеках. Но эти милые женщины обзвонили аптеке. В одной аптеке нашли одну упаковку этого пробиотика. Сейчас я поеду туда, они мне его зарезервировали. Такие дела. Все, быстренько. Еще раз всем привет. С обеда ничего не поменялось. Я купила все лекарства Холи. Я дала ей таблетку от диареи. Три дня буду ей их давать. Она спит. Много писает. Порвалась сегодня. Настать на ковер я еле успела. Еще вот один прикольный от меня рецепт. Для любителей готовить. Я сварила себе целую кастрюлю киноа. И теперь вот так подозреваю с молоком в кастрюльке. Режу банан туда и добавляю изюм. Вот такое блюдо получилось. Купила, в общем, овсянку, которую долго варить, наконец. И я люблю гранолу, потому что это быстро. Утром поесть можно, можно с собой взять. Но я не люблю гранолу покупную, потому что мне уж чересчур сладко. Но даже для меня, человека, который готов эти шоколадки трескать, гранола покупная, ну просто я прям не могу. В общем, я делаю вот эту гранолу, просто, просто запекаю эту овсянку и смазываю ее бананом. Четыре банана в блендер. Овсянкой смешать все, чтобы это там все слиплось на противень, там на 15 или на сколько минут. И потом она получается такая, ну почти не сладкая. Еще молоко соевое я обычно беру. Вот это, оно подсложенное, подсахаренное. Вот сколько здесь сахара, посмотрим. 2,7 грамма. Ну, короче, не знаю, много это или немного, но не важно. Получается супер вкусно. Такая простая гранола. А, изюм. Обязательно, конечно, изюм. Без изюма не будет так сладко и вкусно. Поэтому я вот люблю такую. То есть, самарайс. Овсянку запечь с бананом, добавить соевого молока, изюма добавить. Получается вкусно. Я здесь себе устроила, короче, местечко. Тут было темно, невозможно было вечером заниматься. Потому что вот эта вот лампа, это удивительно, что она сейчас работает. Обычно она просто моргает и выключается. Но я поставила сюда торшер этот, и у меня получилось вот так вот. Очень даже удобно. Сесть. И, ну, тут за столом что поделать. Ранное. 1.21 время. Не знаю, получится ли я сегодня поспать. Будет ли Холли опять просыпаться. Какать ночью. Очень классно было делать. Доброе утро. Новый день. Ночь пришла у нас неплохо. Видимо, эти таблетки от теории очень даже неплохие. В 6 утра она сходила в туалет. Теперь спит. Варю ей рис сейчас. Добыла вчера сварить. Вечером вспомнила. Блин, у меня же нету ей рисика. Сегодня доктор ей прописал морковь. Вареное. А, огурчик. Такой у меня на кухне цветочек стоит. Появился. Умрет, наверное, скоро. Не знаю, как за ним ухаживать. Полью, наверное. Ладно, наверное, сейчас посижу. Потом потуплю в окно. Да поеду. Так, я, как всегда, уже опаздываю. Дела сегодня. Вот здесь молоко. Гранола. Кофе заварила где-то. Ужаса единственная кружка, которая, блин, нормальная. Я с милым молоком, поэтому кофе так. Потом молоко в школе подогрею, которое останется от гранолы. И его тоже возьму. Собаке таблетку дала. Камер. Нужно ждать за холингами. Так, камеру установлено. Кстати, вот это стул, который я красила. Вообще, получилось на самом деле отлично. И лак прекрасно перекрасился. Правда, я еще хочу один слой сделать. Такой финишный, контрольный. И можно красить второй стул. Я его даже не буду шлифовать там и слишком париться. Просто наверх. Очень классно получается. Пойдет он в туалет куда-нибудь. В ванну, в смысле. Буду там на него вещи складывать. Когда в душ идешь, всегда на пол все скидываю. Вот появится там какая-то полочка. Холина игрушка, которая вызывает почему-то у всех какое-то недоумение. Это на самом деле очень популярные игрушки для собак. Во-первых, сюда засовываются какие-то корминки. И потом вот это, это присоска для собаки. Это вообще просто сорвиголова она становится. Эту присоску, например, присасываем к стене. И все, она зафиксирована. Собака мечтает ее как-то отодрать. Тем самым начинает отсюда какие-то вкусняшки падать. В общем, благодаря холинам покакушкам, которые случились все-таки, у нее второй раз она попросилась сходить на улицу внезапно. Так, ну, короче, по-насному. И я увидела северное сияние, наконец, по-настоящему. И я прям поняла. Вот, знаете, я вот прям видела, как его не было. И прям как оно появилось. Потом я выбежала домой, ее отвела и выбежала еще раз. И оно прям так из-за деревьев такие стрелы вылезали его. Потом оно как-то все так быстро очень перемещалось и пропадало. В итоге я уже час была на улице, вот, наверное, с 10.30. И сейчас 11.34. Ну вот, хотя бы благодаря холиному поносу я увидела северное сияние. У меня сейчас вторая уже какая-то по копеечке. Вообще все разгорело с первого раза. Посмотрите, сколько я дров туда набегала. Вау, вот так вот. Ой, какой огонь. Ой, капец, посмотрите. Ааа, прям какой-то ад. Подумала я и решила, что я затоплю себе сауну. Вот сходила за газеткой. Немножко отдохнула в ней. Я чувствую себя нормально. Но все равно немножко же переживаешь, поэтому хочется как-то что-ли передохнуть. Кстати, я рассказала, я все делаю. Я сама печь топила первый раз просто потому, что я сейчас дома одна. Мой второй человек уехал сейчас. И поэтому мне пришлось научиться. Так, заслонку открыла. Подача воздуха. Есть. Вроде бы все. Что хочется сказать? Хочется сказать, что, конечно же, когда я начинала снимать это видео, я не ожидала, что у меня сегодня неделю будет собака с поносом. Которая заставляет меня, назовем это, нервничать. Но есть одно отличие между тем, как я раньше воспринимала все это и как теперь. Банальная фраза, но это так и есть. Я на себе это чувствую, что когда у тебя на нуле, там, скажем, какая-то эмоциональная энергия просто тебя сбивает с ног любое минимально плохое какое-то событие. Когда у тебя есть какой-то запас, ты способен адекватно смотреть на ситуацию, как-то действовать, понимать, насколько твои действия правильные и неправильные, насколько, в принципе, достаточно того, что ты делаешь, все ли ты делаешь. И как-то уже регулировать свое настроение. В зависимости от этого ты можешь, когда у тебя есть этот самый ресурс какой-то. У меня Холли уже не первый раз болеет. И первые два раза, мне кажется, я вообще не справлялась. Вот это у нее, ну, у нее бы там до этого были просто температуры, на этот раз топонос. И, в общем, я, в принципе, очень адекватно смотрю на ситуацию. А что я могу сделать? Я на данный момент могу довериться ветеринару, с которым я связалась. И если что-то там не изменится в воскресенье, мы там пойдем в клинику. Это все. И, наверное, важно понимать человеку. Я вот думаю, что для меня довольно важно понимать то, что в ситуациях, где отсутствует контроль, твои нервы не нужны. И когда у тебя есть ресурс, и это понимание, и все это вместе, оно уже приводит к тому, что ты в порядке. Само вот это событие и то, и моя реакция на него, это очень хороший для меня знак. Вот. Я, в принципе, видимо, готова принимать все, что жизнь мне преподносит, справляться с этим и не переживать по этому поводу. Потому что для меня, мне кажется, много лет я переживала вот из-за ситуации, над которыми у меня не было контроля, и у меня не было ресурса, чтобы в этом разобраться. В общем, установила камеру, пока пойду в сауну, буду смотреть, когда Холя подойдет к двери, чтобы ее вывести. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь... На что я надеюсь? Надеюсь, что все будет хорошо в любом случае. Вот такое впечатление мое о жизни за эту неделю. Спасибо. Увидимся в следующих видео. Всем пока.